Это пульс дня и мы продолжаем. У компании Apple отобрали право использовать коронную фразу основателя корпорации Стива Джобса. Фирма не смогла отстоять в суде выражение «one more thing», еще кое-что. Так что теперь ее будет использовать швейцарский производитель часов Swatch. Джобс часто завершал презентацию этой фразы, после чего анонсировал новый и, как правило, еще более интересный проект Apple. Приемник Джобса Тим Кук возродил использование фразы «one more thing», использовав ее при презентации Apple Watch. Бренд Swatch запатентовал выражение в 2015-м. Apple пыталась оспорить это в суде, называя действия Swatch недобросовестными. Но в решении высокого суда Лондона говорится, что в действиях швейцарской фирмы нет злого умысла. Судья допустил, что стремление зарегистрировать фразу как товарный знак могло быть попыткой разозлить Apple. Одновременно он указал, что фраза и вовсе может принадлежать вымышленному детективу Коломбо. Фраза Джобса не единственный повод для противостояния двух компаний. Например, в 2015-м Apple и Swatch поспорили из-за названия умных часов. Тогда Apple не разрешили назвать швейцарской компанией свои умные часы iWatch. В дальнейшем Swatch зарегистрировала слоган «Tick different» – «Тикай иначе», что перекликается с фирменным слоганом Apple «Think different» – «Думай иначе». А вообще вот эти войны и это противостояние, мне кажется, тонизирует, потому что не секрет, что Apple с Google всегда конкурирует и так далее. Есть такая история, когда это противостояние существует только для того, чтобы о тебе говорили. Любой такой нормальный матерый пиарщик знает чудесную хорошую истину, а главное, чтобы не рассказывали о ваших похоронах. Нет, знаешь, как говорят, там эта цитата. Главное, чтобы не некролог. Ну, в общем, да, главное, чтобы не некролог, да. Вот, поэтому я думаю, что тут, в общем-то, милые бронясты только тешатся, потому что в очередной раз фигурируют названия одной компании, другой компании. И я напомню, что до сих пор, в общем-то, люди диссертации пишут на тему того, почему у компании Coca-Cola и Pepsi-Cola так совпадает модельный ряд. И, в общем-то, ну, представь, если бы Coca-Cola была одна или Pepsi-Cola была одна, кто бы на нее обращал внимание? Вот, кстати, про Pepsi-Cola я все-таки скажу, что, коль скоро мы заговорили про Стива Джобса, нужно вспомнить и о его уникальной возможности склонять людей на свою сторону, искать талантливых руководителей, талантливых управленцев и переманивать их в компанию Apple. Как это произошло с генеральным директором компании Pepsi-Cola? Джоном Скалли. Джон Скалли преспокойненько себе работал в этой компании, в компании Pepsi, получал миллионы долларов зарплаты, почивал на лаврах, у него все было прекрасно. И тут вдруг Стив Джобс его заметил и сказал, слушай, какой ты талантливый, ты нам нужен. Тут говорит, ага, сейчас, я прям разбежался сейчас, бегу и падаю. А что Стив Джобс говорит, слушай, представь себе, ты каждый день, вот представь, ты ложишься спать, представь себе такую картину, ты завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, через пять лет будешь продавать газировку какую-то, вообще, не понимаю, газировку, ты будешь продавать газировку. Знаешь, что тебе нужно? Пойти со мной и менять мир каждый день. И Джон Скалли сказал, хорошо, я пойду с тобой. Но потом, по иронии судьбы, Стив Джобс уволил Скалли, но они все равно остались в нормальных отношениях. Так что, вот такие бывают интересные взаимодействия между взрослыми умными людьми. Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции Артьен. Увидимся и услышимся в нашей рубрике по скрипту после программы «Мир сегодня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова